Всем привет! И речь пойдет сегодня о моих новых наушниках, которые я заказывал на Алиэкспресс. Брал я их за 3500, но если вы живете не в России, а в другом месте и будете заказывать с Китая, то они вам обойдутся в 4000. И вначале я хочу начинать с установки драйвера для этих наушников. Ссылочка на сайт, где я скачал эти драйвера, будет в описании. Там сразу увидите драйвер на наушнике Redragon Helios. Ну и что я могу сказать в целом, по дизайну в целом очень хорошие качества. На высоте не скрипят. У них также металлическое основание идет. Вот это оголовье, которое держит амбюшюры мягкие, в целом неплохие. Что я могу сказать по микрофону? На данный момент сейчас это видео записывается на этот микрофон. Провод у них в оплетке. И давайте заценим звук. Вот это у нас громко идет на 50%. Вот это уже на 100%. Мне кажется, особо не будет понятно, что они громче стали, но в жизни они не очень громкие. В целом, что я могу сказать, по удобству, если у кого большое ухо, то они вам не подойдут. Мне в целом нормально подошли. Поговорим о таком вот пультике управления на наушниках. И в целом, что я могу о нем сказать. Тут есть кнопка выключения звука, прибавления, уменьшения громкости, кнопка режима 7.1. Также есть кнопка включения-выключения микрофона. И есть кнопка смены режима. Это видео, игра и музыка. В целом, там не особо что-то меняется. Но, если кому-то надо, пойдет. Также хочу сказать, стоит ли их вообще покупать. Я лично скажу, что да. Есть предыдущая версия Redragon M602, по-моему, точно не помню. Они чуть получше то, что у них можно отсоединить основной провод. А у этого нельзя. Но, как бы мне не мешает это. Мне самое главное, что они были громкие, удобные. И у них можно было отстегивать микрофон. Потому что, когда он мне не нужен, я его просто отстегиваю, убираю. В целом, за свои 3500 наушники очень хорошие. Ссылочек на них будет в описании.